Может, у тебя шахи? Можно, там мы ее отпочивали. Малый! Магнікор не забудь! Магнікор. Профилактика тромбоутворения и сгущение крови. Доброго дня, шановный пан Олександр. Здравствуйте. Я думаю, что много моих глядачей знают пана Гагуна по его фильмам и по его работам, но у меня на канале пан Олександр вперше. Поэтому я бы просил его, прошу вас, пан Олександр, представить себе, что вы хотите рассказать о себе, чтобы глядачи это знали. Прошу. Я закончил университет педагогический имени Герцена в Санкт-Петербурге, факультет социальных наук, в Северо-Западной академии госслужбы, защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас докторант свободного университета Берлина и работаю над тематикой «Третья мировая война Сталина». Основные мои исследования «Сталинские команды» вышли на восьми языках, посвященные партизанам красным в Украине в годы Второй мировой. И монография между Китлером и Сталином и украинским повстанцем вышла на русском и румынском. Сейчас готовятся к печати чешский и латышский переводы этой книжки. Ну и какое-то количество статей я тоже опубликовал. Насколько я знаю, вы еще будучи студентом, навіть там курсовую, что списали с питаниями, связанными с вашей наступной деятельностью? Мой диплом и курсовые работы, и диплом были бы связаны с внешней политикой Советского Союза в конце 30-х, в начале 40-х годов, экспансионизм. Но потом я понял, что пока что эта тема не перспективна. И какие-то свои наработки я опубликовал в книге «Ошибка 1941». Можно ее увидеть на моем сайте. «Гагун.org» и там приобрести доставку в любую точку мира. Я потом все-таки понял, что ранний этап холодной войны, который в любой момент мог перерасти в войну горячую, ядерную, это более многообещающая тема. Надеюсь, сейчас работаю, постоянно ищу спонсоров и меценатов. Это не то. Если бы я, как один известный, не буду называть фамилию, историк, заканчивал университет Патриаса Лумумба, тогда такие сомнения могли бы возникнуть, потому что действительно этот университет возник под опекой известной конторы. А Северо-Западная Академия Госслужбы – это переименована Ленинградская партийная школа. Так что органы здесь совершенно ни при чем. Ну а вся моя деятельность, конечно, она, все, кто за ней следит, направлена на деконструкцию советских мифов, критику Путинщина, да и сегодняшнее мероприятие. Я уверен, что будет воспринято в Кремле наш сегодняшний стрим с большим напряжением, потому что они очень не любят аргументированные рассказы и аналитику о том, что режим их недолговечен. Они терпят то, что их ругают, но когда у народа возникает мысль о том, что связываться с ними бесперспективно, вот это их очень сильно раздражает. Дякую за ответ. Вы предложили мне очень интересную тему. Поразка Путинщины по причине революции в Китае. Я, как историк, маю все-таки это сказать, что все историки, которые давали какие-то прогнозы, они были побиваемыми, как говорят. Я даю прогноз, но не беру на себя смелость назвать точную дату этого события. Знаете, про демократию говорят. Тот, кто не был, тот там будет, а кто был, не позабудь. Но я предполагаю, что революция в Китае – это вопрос не десятилетий, а лет. А может быть и даже месяцев. О чем подробнее расскажу в ходе нашей беседы. Я десятилетиями интересуюсь этой тематикой, и я, соответственно, общаюсь с китайскими эмигрантами и эмигрантками на эту тематику. Я неоднократно бывал в Поднебесной, причем и в столице, пока еще богатеющей, и в нищей и убогой совершенно провинции. Я постоянно читаю в газеты «Тайваньская панорама». Очень рекомендую всем, выходит на русском языке периодически. Взгляд Тайбэя, а не Пекина на события в Восточной Азии. А также отслеживаю по публикациям ведущих экспертов на английском и немецком языках, которые говорят о том, что кажущийся вот этот вот монолит, он с определенными чревоточинами, с определенными трещинами, с определенными гнилыми местами. И Китай — это сочетание двух вещей. Большой валовый национальный продукт, примерно равный американскому, по номиналу меньше, по реальной покупательной способности больше, и большое население. Вот по этим двум составляющим равных ему нет в сочетании. То есть Индия уже сейчас больше, чем Китай по населению, но она не такая состоятельная. А Америка больше по валовому номиналу, богаче, но там не так много народу. Китай в каком-то смысле это центр мира, и в любом случае центр мирового авторитаризма, не Россия. Понимаю, дякую. И че взагалі можливы какие-то демократичные перетворения, демократичные революции в Китае? Потому что Китай и демократия, как для меня, это абсолютно разные вещи. И, возможно, демократичные изменения в Китае? Уже такое было. Как вот в истории России была революция 1905 года, 1917 февральская, а потом еще одна демократическая революция 1991 года, так и в истории Китая тоже была революция в начале 20 века, движение к республике. Это связано с именами таких людей, как Сунья Цен и Чан Кайши. Но впоследствии в гражданской войне, как в России, победили коммунисты. В России Ленин, в Китае Мао Цзэдун. Вы имеете на увазе Синхайскую революцию в Китае? Да, она была демократическая, против импературской власти, против абсолютизма. Но самое ценное, что осколком от этой революции является Тайвань. Фактически там правящая партия Гуминдан, и у них в Конституции написано, что страна должна быть объединена под властью Гуминдана. По поводу невозможности революции или демократии в Китае, если так долгое время говорили про восточных славян, смотрите, они самой судьбой обречены на диктатуру. И даже в 80-х годах был такой мракобес Самуэл Хантингтон. Он говорил, что это вот такая вот форма демократии восточнославянской на бескрайних просторах. И, как мы помним, через несколько лет от этого образования не осталось следа. Самое главное, что режим этот рухнул и пришла на короткое время в России, а на более длительный период на других территориях пришла демократия. И если вот так вот про русских или про украинцев можно так еще спекулировать, что посмотрите, ничего хорошего с демократией у них не получается, то в Китае вот этот вот пример Тайваня, где коммунисты нет, отсутствуют их, они отсутствуют, и при этом Тайвань выбился в воде из передовых стран мира. Это показывает противоестественность китайского коммунизма, китайского деспотизма. Что могут сделать китайцы при свободе и при рыночных отношениях? Эта страна сейчас стала по реально покупательной способности, если измерять, она уже стала богаче, чем Япония. Япония по номиналу чуть-чуть богаче, чем Тайвань, но поскольку на Тайване жизнь дешевле, чем в стране восходящего солнца, то в принципе средний тайванец живет благополучнее. При этом вот это вот процветание, грубо говоря, рай на перенаселенном пуске скалы тайваньцы достигли не благодаря, вот как японцы, а вопреки внешним факторам. Во-первых, это огромные военные расходы, которые гирей на экономике Тайваня висят. Во-вторых, и военные расходы, понятно, потому что это вызвано прямой военной угрозой из-за рубежа. Во-вторых, 30-летняя, сейчас уже даже по сути 40-летняя международная изоляция. В конце 70-х, начале 80-х ряд стран признал Пекин, правительство коммунистическое, а не тайваньское, то есть маоизм существовал более-менее в международной изоляции, а Гоминьдан тогда представлял интересы Китая во внешней политике. А 40 лет назад ситуация изменилась. Все стали признавать континентальный Китай как Китай, а Тайвань, ну, как такую вот страну с непонятным статусом. Конечно, это бизнесу никоим образом не способствует, но, тем не менее, благодаря вот этим вот двум, благодаря свободе, благодаря демократии, рыночным отношениям, Тайвань вышел в передовые страны мира, одни из самых богатых. То есть китайская демократия, она не только, возможно, сугубо теоретически, не только была в каком-то виде в начале 20-го века, но сейчас вот мы и наблюдаем ее. И когда произойдет революция, очень может быть, что континентальный Китай присоединится к Тайваню и будет называться теперь не Китайская народная республика, а Китайская республика, вот как ГДР присоединилась к ФРГ, вот то же самое произойдет и в Восточной Азии. И, более того, есть еще один Китай, про который люди как-то не очень вспоминают, потому что, а называется он по-другому, Сингапур. Это страна, город, государство вообще впереди планеты ФСИ. И населен он точно так же китайцами. Официальный язык там китайский, и вообще какое-то нефантастическое богатство этого города, превышающее все, ну почти все, за небольшим исключением, например, европейские страны, США, тоже показывает, что без власти коммунистов китайцы добиваются огромных успехов. Я думаю, что это и есть основная причина того, почему КНР пытается или хочет напасть на Тайвань, для того, чтобы подданные мне сказали в один момент, мы хотим сделать так же, как и на Тайване. И это вызывает напряжение определенное в международных отношениях, но так или иначе перспективы революции это усиливает. Дякую. Но я, прослушавши вашу ответ, дозволю себе трошки с вами не погодитесь. Вы говорите про экономическое взросление и Тайваня, и Сингапура, но демократии там все равно нет. На Тайване правильная партия Гоминдан, а Сингапур в свой час был четкой диктатурой Ли Куан Ю, кто там проводил эти реформи. То есть экономическое взросление может быть и в условиях диктатуры. И мы видим это и в континентальном Китае, в Китайской народной республике. Есть экономическое взросление, но есть коммунистическая диктатура. Но демократии нет ни на Тайване, ни в Сингапуре. Ну, я так считаю. Если на Тайване нет демократии, тогда я вообще не знаю, где она в какой стране мира есть. Это не просто демократия, это эталон правового государства. Все возможные стандарты, есть разные методы измерения демократии. И, например, индексы свободы прессы. Разные организации, расположенные в США, периодически меряют индексы безопасности ведения бизнеса. Это что же связано с функционирующей законной системой? По ним, по бизнесу Китай, который тайваньский, он один из мировых лидеров, Сингапур также. Что касается свободы прессы, то, например, уже много лет Тайбэй впереди Парижа и Рима. То есть, действительно, это тот остров, который в какой-то степени становится маяком не только для Азии, но и вообще для человечества. Дякую. Если можно, мы чуть-чуть выйдем в сторону. Вы назвали Хаддингтона Маракабисом. И мне действительно интересно ваша точка зрения, потому что буквально вчера читал о Хаддингтоне, о том, что он использует идеи цивилизации Тойнбэй. И за Хаддингтоном неможливо противостояния между Россией и Украиной, как это можно было так провалиться в своих прогнозах? И почему Хаддингтон Маракабис с вашей точки зрения? Потому что он универсальность человеческого существования меняет на какие-то культурные коды, которые он произвольно раздаёт разным народам и разным группам народов, так или иначе расселённых. Причём вот эти вот их цивилизационные границы, они совершенно произвольно им распределяются по территории всей Земли. И люди, которые, оказаясь в тех или иных группах, если их спросить, вот действительно вам ближе те, которые в одном с вами кругу живут, чем другие, вы вряд ли бы согласились на то, чтобы их объединяли по предложенному, предложенной или, прямо скажем, выдуманной Хаддингтоном схеме, мало чего общей, имеющейся реальностью. Что касается Украины и России, то здесь важно не этническое различие между русскими и украинцами, а различие как раз в системе государственной. Если восточные славяне, украинцы делают демократию, то если эта демократия функционирующая, тогда это пример для других восточных славян, для белорусов и для русских. Для того, чтобы пример не стал заразительный диктатор, он этот пример просто разрушает и говорит, вот видите, ничего не функционирует, а если вы захотите сделать так же, то получите бучу, бомбардировки и не только Воронежа, а может быть и каких-то городов крупнее. То, возможно, дело нескольких в мракобесе пана Хаддингтона, насколько в самей оцей форме цивилизационной, тобто евристичной, евристичной нагрузкой цивилизационной идеи, вона, возможно, уже перестала существовать на сегодняшний день. Вона, возможно, была актуальна там где-то в второй половине 20-го столетия, но фактаж показывает, что так дослеживать людство неможливо через цивилизацию. Потому что при глобальном мире стираются различия культурные. Сейчас все больше людей, у которых двух- и трехлингвальные. Вот какому типу тогда их присовокупить? Если у него один родитель мусульманин, второй христианин или христианка, сам он говорит на трех языках, причем все три родные. И как-то вот это все не очень влезает в эту вот схему прокрустного ложа цивилизационного подхода, особенно сейчас. Можливо, что цивилизационный подход, как форма анализу минулого, возможно, он еще діє, но как форма предбачения майбутнього, скорее всего, он провалился, выходя из реалий сегодня. Но теперь вернемся мы до Китая. В России и Украине часто говорят про падение путинского режима. У нас божают большинство населения этого. А вы, насколько я знаю, говорите, что сначала будет революция в Пекине и только потом в Майдане в Москве. Предположительно, это произойдет по трех причинам. Вероятно. Во-первых, в Китае меньше природных ресурсов, чем в России. А если мы берем такой показатель, как количество полезных ископаемых на душу населения, так многократно меньше Китая. Там сколько? Уже 1,3 миллиарда. 1 миллиард 300 миллионов населения, а в России только 140 миллионов. Поэтому Путин имеет возможность разбазаривать и жить припеваючи, не заботясь о том, чтобы менеджмент стал прозрачным и компетентным. В Китае, который поднимается за счет перерабатывающей промышленности, за счет дешевого потреба, такая вот привольная жизнь невозможна долго. Второе, это то, что путинщина, она менее топорна и костна, чем правящий режим в Китае. В России это все-таки авторитаризм, а в Китае полноценный тоталитаризм. В России хоть какие-никакие манипулированные, фальсифицированные, но есть выборы разного уровня. В Китае выборов вообще нет, власть никто не избирает. В России какая-никакая, но многопартийность. От КПРФ до ЛДПР. Периодически коммунисты приходят к власти в разных регионах, что вызывает недовольство Кремля. В Китае система однопартийная. В России контроль интернета выборочный, и любой желающий легко его обходит. В Китае интернет тотальный. Это я могу перечислять до бесконечности. Сейчас там идет тоталитаризм, вот как действительно в антиутопиях, с камерами слежения, с индивидуальными счетами лояльности. Вот техника ставится на службы полного контроля. Понятно, что система вся эта громоздкая, неповоротливая, и рано или поздно даст сбой. Ну и третья причина, что нету вот такой второй альтернативной России, которая могла бы своим завлекательным примером воздействовать на население России диктаторское, на жителей. А в Китае есть, это Тайвань. И он сейчас, его скорость развития, его скорость экономического роста становится быстрее, чем рост в континентальном Китае. И потихоньку все больше и больше китайцев должны задавать вопрос своему правительству, что-то у нас как-то не так. Дякую. Но все равно континентальный Китай, Китайская Народная Республика является собой такой пример посткоммунистической трансформации, когда были проведены достаточно активные ринковые реформи. И Китай до сегодняшнего дня, насколько я знаю, там вчеречное зростание 5-6% ВВП в риг. И достаточно швидкое зростание экономичное. И навещо им революция? Від добра добра не шукают. Весь этот экономический рост, он обеспечивается уже свыше 40 лет двумя основными факторами. Во-первых, это разрушение природы, перманентный экологический кризис в Китае, страшный грязный воздух, вода, пыльные бури, различные выбросы промышленных отходов. Второе – это беспощадная, просто какая-то неустахановская эксплуатация. Население – две группы. Иностранные инвесторы, западные, и новые китайцы. И третья группа – это номенклатурщики. Они по-братски делят выручку от этой совершенно зверской эксплуатации в простонародье рабочих и крестьян. Я понимаю, что немножко звучит это по-марксистски, по-ленински, но капитализм в других странах, он совершенно не такой, как в КНР. Именно поэтому долгое время инвесторы туда складывали такие деньги, потому что им не надо было платить в социальные фонды, им не надо было следить за экологичностью своего предприятия, не надо было крестать права с профсоюзами. Отстроил фабрику, платишь налоги в китайскую казну – все, работай, делай, что хочешь. Но далеко не всем нравится такой образ жизни, тем более, что ежегодно Китай покидает, ну как, с выездом кратковременным, то есть ездит за границу, около 140 миллионов человек. Совершенно какая-то фантастическая сумма, как все население России выехало и вернулось назад. Это было в доковидный период, потом, понятно, карантинили страну, сейчас вот тоже примерно так. И все знают о том, что за границей можно жить по-другому. Долгий экономический рост, действительно, богатенье определенной части населения, оно сдерживало протестное настроение. Но вот как раз-таки сейчас происходят определенные сложности экономического роста, которые показывают, что эта модель, она начинает исчерпывать себя, тем более, что долговые обязательства, которые власти разного уровня, особенно региональные власти, набрали в последнее десятилетие, даже чуть больше, где-то с 2011 года, такая вот практика кредитования будущего была распространена. Это говорит о том, что власти построили большую финансовую пирамиду с расчетом на то, что экономический рост будет оставаться таким же. Если же он будет замедляться, тогда всей системе приходится туго. И сейчас мы этот процесс, в общем-то, и наблюдаем. Экономика Китая, Япония и США очень сильно связаны между собой. Тем не менее, в августе произошло эпохальное заявление Байдена о том, что у Китая очень большие проблемы в народном хозяйстве. И он сказал такую фразу, что это плохо, потому что, когда у плохих парней возникают проблемы, они начинают делать плохие вещи. Отчасти, может быть, это и так, но главное, что когда у плохих парней возникают проблемы, их свергают нормальные партии и девушки. И совсем недавно, в сентябре, министр экономики Японии заявил о том, что кризис на рынке недвижимости Китая, а это просто кризис производства в одной отдельно взятой стране, когда построили жилья на еще один Китай, что кризис в этой сфере, он грозит всему миру. В том числе и Японии, которая близко расположена. И Япония уже его ощущает. Пока что, кстати, не Япония его еще... Сейчас скажу. Япония его уже ощущает, пока довольно странно. Из Китая идет выход капитала, выводится капитал в Японию. Состоятельные китайцы, миллионеры покупают там недвижимость. В Токио, в других городах. Потому что уже не верят во светлое будущее китайской экономики, предпочитают вкладывать деньги в другую страну. Инвесторы из КНР потихонечку бегут, либо вводят производство частично, либо предпочитают не вкладывать, потому что сомневаются в стабильности этого региона. И ежегодный отток Китая, капитала из Китая в последние месяцы, осень-зима, составил 50 миллиардов долларов в месяц. 50 миллиардов долларов в месяц – это огромная сумма даже для КНР. Сейчас потихонечку недвижимость в цене проседает в Китае. И эта модель роста, прежде всего, в экономике показывает свою недолговечность. Какие еще кризовые явища, на вашу думку, свечают про наближение революции в Китае? – Прежде всего, это демографический кризис. Долгое время КНР проводила просто преступную демографическую политику, преступную по отношению к собственному народу, вынуждая женщин делать аборты или вообще в стерилизацию, а то и убивать девочек новорожденных. По довольно простой причине. Девочка, когда вырастает, она выходит замуж, уходит в другую семью, бюджет семейный контролирует муж, поэтому она, вероятнее всего, не будет кормить своих родителей в старости. Поэтому родители хотят мальчика кормиться, а поскольку детей было в двоих запрещено держать, то вот решали вопрос так ужасный. Рядом соседняя многодетная Индия, где количество детей большое никак не мешает их экономическому росту. Уже несколько лет подряд Индия растет быстрее, чем Китай. И когда происходит урбанизация, рост образования, эмансипация женщин, то рождаемость снижается естественным путем, что мы и наблюдаем сейчас, когда в Китае политика одного ребенка прекращена из-за того, что эта политика породила демографический кризис до тех пор, пока страна не стала по-настоящему богатой. Потому что большинство китайцев живет в нищете в сельских районах или же рабочих в городах. И только лишь средний класс, он приближается еще даже не то, чтобы сравнялся, а приближается к европейской бедности условно. На 20-м съезде КПК Сидзепин сказал, что у нас цель в 2035 году достичь уровня среднеразвитых стран. А учитывая то, что сейчас кризис происходит, скорее всего, эта цель будет недостигнута. То есть открытая власть признает, что большинство населения живет за чертой бедности. Демографический кризис, он отражается на потреблении, поскольку когда дети, они потребляют много, родители вынуждены много работать, много тратить. Если же детей мало, тогда семья имеет возможность экономить, меньше покупает чего-либо, в том числе и недвижимости. И это и есть внутренняя причина наступления кризиса, перепроизводством, которое никак не решишь, в том числе и мерами, мерами какими-то завлекательными, мерами... Мерами пряня, как вы имеете в виду. Социальными мерами, потому что даже значительные выплаты на рождение детей, социальная поддержка не решают в корне демографических проблем, как показывают опыт в Креции и других развитых странах. Немного, да, но Китай гораздо более бедная страна, у него просто нет денег для того, чтобы еще субсидировать рождаемость. При нынешних властях демографический кризис не преодолен. И что начинает власть? Начинает власть закручивать гайки. Запретили блогерам что-либо писать про экономику, в школе сокращают английский язык для того, чтобы не нахватались дети заразы через интернет или выезд за границу. Происходит усиленная накачка идеологическими разными тезисами, идеологической мишурой голов молодых китайцев, школьников и школьниц. Поэтому в том числе родители и уезжают за рубеж в ту же самую Японию, и туда, где жизнь пускай дороже. Но зато дети получат качественное образование. В этом и есть основное явление предреволюционное. Потому что все демократические революции называются буржуазно-демократическими. То есть буржуа – это горожане. Революции городских жителей среднего класса, которые сами заработали деньги и не понимают, почему они должны делиться с власть-придержащими феодалами, а в данном случае с коммунистами. И то, что городской слой состоятельных жителей пока что голосуют ногами, означает, что значительную часть может выйти и на улицу. Я думаю, что Украина доказала, что маленькая победоносная война – это не панацея для большой диктатуры, не панацея от всех бед. Вероятнее всего, что на войну руководство КНР не пойдет. Потому что в отличие от России, которая живет за счет нефти и газа, Китай живет за счет продажи ширпотреба по всему миру и других промышленных товаров. Война ломает совершенно рынок мировой, и китайская экономика, которая и так буксует потихоньку, в этом случае рискует ввалиться в штопор, который мы, собственно, и так уже наблюдаем. Заявления первых лиц мировых, представителей США и Японии, это не то же тревожные звоночки. Мы видим, так сказать, этот кризис при режиме реального времени. Кроме этого, Тайвань – страна исключительно богатая, высокотехнологичная, с одной из лучших армий в мире. Количество ракет, которых, которые Украина, ну, просила у Запада продать, все они на Тайване уже есть в настоящий момент. И «Свободный мир» показал, что он готов своих партнеров защищать. И это послужило острасткой. если в течение полугода до вторжения России на территорию Украины про это много писали, говорили СМИ мировые, украинские, русские тоже. Сейчас никто не говорит о том, что китайцы континентально концентрируют войска, флот готовит авиацию для нападения на Тайвань. на Тайване. Кроме того, если украинцы сражались за национальность, суверенитет и за демократию, то у тайваньцев есть еще один очень важный стимул. Они сражаются за свое или будут сражаться за свое богатство, потому что Тайвань многократно богаче, чем континентальный Китай. это то, что сделает операцию против этого острова исключительно сложной. И по некоторым данным Советский Союз в начале 50-х годов, точнее даже в 50-м году генштаб советский, они просчитывали этот вариант, что Мао Цзэдун не там попадет, проводили оперативно-штабные игры. И поняли, что это нереализуемая крайне сложная задача. От такой идеи решили отказаться и прощупали потом капитализм в Корее. Прощупали штуку. И отчасти в Вьетнаме. До настоящего момента эта ситуация в общем-то сохраняется. Спасибо. Что будет означать кризис в Китайской народной республике для Украины, для России? Я думаю, что тут два варианта в течение следующего года. План А, план Б. Вариант А – это просто замедление экономики Китая или даже некоторый спад ее. Это означает падение цен энергоносителей на нефть и газ. У Путина просто будет меньше денег на ведение войны, да и меньше международного авторитета и доверия. Очень может быть, что это подтолкнет очень многих россиян, в том числе тех, которые работают на ВПК, инженеры, покинуть страну. Второй вариант – это революция. Аналог 91-го года в Советском Союзе падения режима. Очевидно, что трансформация будет куда более легкой, чем в наших Палестинах, потому что не произойдет слома от плановой экономики к рыночной. В Китае уже привыкли торговать, производить по капиталистическому методу производства. Есть толковые китайские экономисты с большим багажом знаний и образования в ведущих мировых вузах. Сейчас в любом западном вузе я в каждой стране, в которой я был, что Германия, что США, очень много китайских студентов. Часть из них остается, часть уже от обратных. То, чего не было в Советском Союзе. Развал экономики был в значительной степени из-за того, что никто не знал, как ей управлять. Были какие-то единицы, как команда Гайдара, но слоя грамотных управленцев не было. У китайцев он есть. Для мира это может означать сокращение безумных совершенно военных расходов астрономических, которые в 23-й год рекордные стали в мировой истории. И направление этих денег на спасение природы от нас самих, на научные исследования, просвещение, поддержку малоимущих и здравоохранение. Ну и конечно эффект домино. Поскольку именно Китай, а не Россия, является центром мирового авторитаризма, то если шарахнет там, то покажется немало всем диктатурам, которые примыкают к КНР от Вьетнама, Северной Кореи, конечно, до России, а может быть до эффекта домино дойдет и до Минска. После Китайской революции, если Китай тем более присоединяется к санкциям, то я думаю, что путинского режима не годы, а месяцы существования. Поэтому вот сейчас многие украинцы смотрят с надеждой на Запад, который может дать 60 миллиардов помощи США, Евросоюз что-то выделяет основательно вопреки противодействию Венгрии. Но я думаю, что на восток, на поднятие населения Китая головы, на поднятие голоса против этого деспотизма, что свет оттуда вероятен даже и в большей степени. Надежда есть. Есть надежда на падение авторитаризма и скажем так на демократии на весь свят. Мне честно все слабо верится, но возможно ваши аргументы и работают. Что это будет значить для всего света падение тоталитаризма в Китае? Мы увидели нечто подобное и 90-е годы мало кто помнит о том, что они стали десятилетием невероятных прорывов международного сотрудничества. За это десятилетие было заключено больше международных экологических соглашений, чем за весь период вообще за всю остальную историю человечества, которая была до этого. Кризис не предотвращен, в том числе экологический и прежде всего из-за невероятно грязной экономики Китая, которая функционирует в значительной степени из-за того, что общество закрыто, из-за того, что окрестные жители не могут сказать «стоп, хватит нас травить», из-за того, что рабочие не могут сказать «я не хочу работать на таком производстве, где я получаю дозы каких-то ядов или пыли легкие, из-за того, что экологические организации международные крайне ограничены в своих действиях, то есть вот этот центр загрязнения станет не таким интенсивным, центр загрязнения планеты, в том числе по выбросу углекислого газа. Кроме этого, огромные китайские вооруженные силы подготовлены. Они не могут участвовать в международных различных миротворческих мероприятиях, потому что диктатуру тоталитарную к умиротворению диктатур никто не хочет подпускать. Другие страны ООН, соседи по планете. Мало кто помнит, что в 90-е годы немало, и в нулевые даже, поначалу, немало миротворцев из России, а даже и Украина тоже в миротворческих принимала в миротворческих миссиях участие, они действительно снизили количество военных конфликтов. Вот холодная война, когда закончилась, по всему миру, точнее, в Азии и Африке, прекратилось много так называемых конфликтов с заместителями. И вот здесь, если сейчас огромную китайскую армию, которая скидпи сделала, направить на миротворческие миссии, то это будет означать стабилизацию в разных краях, регионах Земли, уменьшение потока нелегальных мигрантов и экономический рост в тех регионах планеты, которые сейчас порождают какую-то нищету и криминал международный. Ну и, конечно, нам предстанет совершенно другой Китай, который еще удивит мир, в том числе потому, что опирается на тысячелетнюю традицию государственности, на древнейшую культуру, которая в условиях свободы может дать невероятно интересные плоды. Мой любимый фильм — это «Любовное настроение» тайваньского режиссера. А вот если дать свободу творчества миллиарду 300 миллионов людей, то, я думаю, что мы увидим немало шедевров. Будем надеяться на то, что ваши прогнозы хотя бы в какой-то частине сбудутся и желаемо ближайшим временем. Спасибо. Спасибо за интервью, пане Александре.